Анапские граждан, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца. Об этом рассказал министр по делам Северного Кавказа. Он отметил, что на сегодняшний день налог платят исключительно юридические лица – гостиницы или хостелы. Таким образом, по его мнению, граждане, сдающие туристам в наем собственное жилье, оказываются в необоснованно привилегированном положении. Министр отметил, что собственникам недвижимости предложат регистрироваться в качестве самозанятых для того, чтобы перечислять оплату за постояльцев. Это, по его словам, даст им гарант и соцзащиту и будет способствовать постепенному выходу этой сферы туристического бизнеса из тени. Напомним, курортный сбор в России ввели 1 мая 2018 года. Эксперимент по сбору средств отдыхающих в четырех курортных регионах Российской Федерации продлится еще пять лет – до 2022 года. Его платят туристы на Алтай, Ставропольском крае, а 16 июля прошлого года – в Краснодарском крае. Это Анапа, Геленджик, Горячий ключ, Сочи и еще четыре курортных поселения Туапсинского района. Налог также планируется ввести в Крыму.